А можно только не этот самый большой. Встречиваем пузырики, выпускаем воздух. Давайте, давайте убегайте. Давай, 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 давай. Юля, слышишь, там скоро покушать будет. Я что-то уже проголодался. Сережа, ну-ка сделай потише. Ты уже всех достал со своими Майнкрафтами с этими селеноголовыми. Надо еще поперчить. Черт. Ох, перец сегодня какой ядреный попался. Юля, не могу тише сделать, здесь такое напряжение. А, кстати, пусть здорова. Да, да, да. Давай, давай. Убегай, убегай. Походу, с перцем сегодня переборщила. Нужно пойти умыться. Сережа, я пойду умоюсь, а то я расчихалась немножко. А ты давай заканчивай с этой своей игрой. Какой июля заканчивает? У меня сегодня законный выходной. Я его посвящаю Майнкрафту. Майнкрафт. Ребята, ну а если кто-то из вас тоже любит игру Майнкрафт, нажимай быстрее лайкосик этому видосу. А я буду убегать от селеноголовых. Они все равно меня не догонят. Блин, на самом интересном месте. Кто это мне звонит? Миссистрат? А что-то она мне звонит. Сейчас опять со своими болючими уколами что-то новенькое придумала. И пьется сюда. Ребята, нажимайте лайк, кто тоже очень сильно боится уколов. И подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал. Блин, а что я переживаю? Карантин-то у нас уже закончился. Подниму, сейчас ей отвечу, да и все. А если что-то важное, тогда я отключу. Якобы связь пропала. Алло. Алло, Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как я рада вас слышать. А вы сейчас дома? Ну да, пока еще дома. Я скоро буду неподалеку от вас, и мне нужно к вам тоже будет заехать и провести профилактику от аллергия. Сейчас весна, время цветоцветения. У многих обостряется аллергия. И всем, у кого есть показания, мы делаем биологическую процедуру. А как эта аллергия вообще проявляется? Ну, как обычно. Вы что, с ней никогда не сталкивались? Самые распространенные симптомы. Это чихание, зуд, кашель. Блин, у меня-то никаких побочных действий нет. А у Юли, походу, уже начались. Она вон как чихает. Ей-то точно будет на пользу эта прививка. Ну, короче, вы меня ждите. Я приеду и все вам расскажу. Блин, вы представляете? Она собралась нам поставить какие-то биологические уколы против какой-то аллергии весенней. Но у меня аллергии нет. Ну, а Юли, прививочка точно не помешает. Ребята, а вы нажимайте быстрее лайкос этому видео. И для тех, кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь на канал. Нужно сваливать быстрее отсюда. А Юли, я об этом еще не скажу. Юля, ты долго там? В общем, мне нужно срочно на работу. Мне позвонили, вызывают. Все, я погнал. Фух, полегчало. Сереж, ты же на выходном. Какая еще может быть работа? А как же твоя игра в Майнкрафт? Да Юля, Майнкрафт подождет. Мне очень срочно нужно на работу. Блин, походу не успел. Вроде бы скорая едет. Ё-моё. Так, если я выйду на улицу, она меня там заметит, сто процентов. Это не вариант. Нужно спрятаться где-нибудь. Спрячу себя в шкафу. А хлопну в мере, как будто я ушел. Юля, пока. В шкафу будет понадежнее. Главное, чтобы Юля не заметил. Заодно и Майнкрафт поиграет. Правда, уже без звука. Все. Блин. Нужно звук тише сделать. А то сейчас себя выдам. Сережа приколист. В свой выходной день променяла игру на работу. Так, а с перцем я больше дела точно не буду иметь. А то опять расчехаюсь. Что-то скоро намугал, как быстро едет. Только не к нам. Не хочу я с этой Миндичкой больше встречаться. От нее только одни неприятности в виде больших болючих уколов с их последствиями. Что? Так я и знала. Эта медсестра выходит из скорой помощи и направляется прямо к нам. Может, предводится, что нас нет дома. Но она так просто не отстанет. Блин, здорово. Я, ребята, все-таки придумал спрятаться в шкафу и не получить какие-нибудь уколы. Вот и будет время в игру доиграть. Вот уже стучится, ладно. Вот же Сереже повезло, слиняла вовремя. А вот и мне сестра подошла стучится в дверь. И Юля пришла. Но что-то она ей не открывает. Только тихо. Вот же стоит там со своей аптечкой полными медикаментов. А может, ее действительно не пускать. Постоит, да и уйдет. Юля, открывайте. Я же видела в окно, что вы дома. Хотя не вариант. Сейчас Лерка с Винкой будут из школы возвращаться. Не хочу, чтобы эта медичка вместе с ними встречалась. Ладно, придется открыть. Ну, здравствуйте. А что вы к нам пожаловали? Здравствуйте. А я к вам пришла не просто так, а с профосмотром. Ну, ладно, что вы там на улице стоите? Заходите давайте. Хорошо, спасибо. Ну что, рассказывайте, в чем этот профосмотр заключается? Сейчас весна, время светоцветения. У многих обостряется аллергия. И всем, у кого есть показания, мы делаем биологическую процедуру. Интересно, о чем это там Юля вместе с этой медичкой говорят? Я думаю, что они кроме уколов с медсестрой ни о чем хорошем точно не поговорят. Ладно, посижу лучше в шкафу, поиграю в Бейнкрафт. Да вы что? Что еще за биологические процедуры? И как их делают? И что это вообще значит? И всем мы делаем биологическую прививку. В первую очередь я приехала проверить Сергея. Он же схитрил на карантине и не прошел до конца вакцинацию. А сейчас я ему должна быстренько сделать прививку и посмотреть, какая у него будет противоаллергическая реакция. Склонность организма к аллергии очень высокая. Фух, это Сережа, как здорово, а я уже испугалась. Его сейчас нет, ему срочно нужно было поехать на работу. Так что приезжайте в следующий раз. А как это нет? Я же ему только что звонила и он сказал мне, что будет дома. Чего? Какой еще мне укол? Упси! Ух, ты ж, блин, как же вовремя Юля все-таки чихнула. Блин, пусть она и расхлебывается с этими уколами противоаллергии. Упси! Ой, извините, пожалуйста, я такой дурацкий перец. Юля, будьте здоровы! Так у вас самый главный признак аллергии. Чихание это первый симптом этого заболевания и поэтому нужно его как можно быстрее предотвратить. Да никакая это не аллергия. Я тут обед просто готовлю и мне перец попал в нос и поэтому я и расчихалась. Чихание говорит о том, что организм склонен к аллергии. Это никакая не аллергия, просто я же вам говорю, перец в нос попал. Так не тратьте мое время, я лучше знаю, я же врач, так что будем вас лечить. А теперь предупреждаю, процедура эта не из приятных. Блин, пошла готовиться к процедуре. Ребята, нажимайте быстрее лайк и держите за меня пальчики. Я вам предлагаю право выбора, что будем вам ставить, укол или делать клизму. Не то и не другое. Может быть витаминку мне дадите? Нет, 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 так не пойдет. Эта процедура делается с четырьмя уколами и с одной клизмой. А в этот раз, так как вы у меня очень хороший пациент, я решила вам дать право выбора. Что? Клизма и четыре укола? Я даже не знаю, что мне из этого лучше выбрать. Так, главное, чтобы она эту клизму не выбрала делать. Эта процедура такая неприятная, и я ее тоже не люблю делать. Ну что, Юля, определились? Я выбираю лучше уколы, только, пожалуйста, поставьте мне их самым безболезненным способом. Вот, Юля, и хорошо. С выбором мы определились, но только вот есть один маленький нюанс. Какой еще нюанс? Ну не беспокойтесь, Юля, не беспокойтесь, этот побочный эффект бывает один раз на целый миллион человек, и на моей практике он еще ни разу не встречался, так что все будет хорошо. Так, Юля, вы ложитесь, расслабляйте свои булочки, а мне нужно приготовить самый настоящий биологический укол. Надеюсь, я сделала правильный выбор в пользу укола. Ну, опыта, попу. вы не бойтесь, не бойтесь, я же профессионал в своем деле. Так, достала одну вакцину, а здесь самый важный ингредиент, он очень-очень дорогой. Так, наливаем. Юля, не бойтесь, сейчас может произойти реакция. Ой, ой, фу-фу-фу, фу-фу-фу, не вытекло у меня ничего. Видите, я уже вам говорила, это биологическая прививка. Вот видите, как она шипит. Так, а сейчас нужно подготовить приз. Для этой прививки нужен особый. Этот укол будет самым большим и самым болючим. Медсестра, а больно-то на сколько? На один из десяти? А то я уколов очень боюсь. Ну, вы так сильно не беспокойтесь. Я вам сделаю вот такой маленький совсем уколчик, который вас обезболит. Вот этот уколчик поможет избежать аллергии на целый год. Вот этот уколчик предотвратит появление побочных действий. Ну что, приступаем к самому главному уколчику. уколчику. четыре болючих укола. Ребята, вы смотрите видео до конца. Удастся ли мне обхитрить эту медсестру или нет? Ладно, буду сидеть здесь и выжидать время. Ну, все, Юля, все уколчики у меня готовы, можно приступать. Вот это угольчики. Ничего страшного в них нет. Что же вы таких сильно боитесь? А можно только не этот самый большой в начале. Я же вас предупредила. Начинаем с самого маленького обезболивающего. Этот я взяла для того, чтобы посмотреть, закончилась ли реакция. а то он может быть очень горячим. Ух, а это само то. Итак, встряхиваем пузырики, выпускаем воздух. Так, Юля, готовы? Протираем вместо укола ваткой. А-а-а-а-а-а-а! Ой, чего вы, Юля, так кричите? Я аж испугалась! Ой, как больно! Я все чувствую, А вы сказали, что совсем они не чувствительны, эти уколы! Так это только первый так чувствуется! Я же вас предупреждала! Остальные все как по маслу! Все, расслабляйте свои булочки! Для того, чтобы ничего вам не чувствовалось, я этот шпинц не буду доставать! А буду все водить одновременно! И вы ничего не будете чувствовать! А как это не доставать? Они же мне будут мешать! Об этом не думайте! Они вам совсем не будут мешать! Давайте уже быстрее мне ставьте все эти уколы! Юля, не напрягайте булочки! А то иголка может сломаться! Расслабьтесь! Вы готовы получить третий укол? Сейчас вы ничего не будете уже чувствовать! Ну давайте! Колите уже! Я походу точно ничего не чувствую! А вот этот укол биологический! Он самый болючий! Вот уже и реакция закончилась! Он уже остыл! Теперь самое время его ставить! Готовы? Оп! Ну что? Скоро вы там уже со своими уколами закончите? Ребята, обязательно нажимайте лайк! Если не хотите получать уколы, как и я! А сейчас, Юля, я вам буду водить все по очереди! Ну что это все? Ой! А что это? Я пошевелиться не могу! И что с моим голосом? Ах! Юля, вот это я накаркала! Это и есть побочный эффект, о котором я имела в виду! И вот он, наступил! Этот один момент на целых миллион пациентов! Медсестра, давайте делайте что-нибудь! Вы же говорили, что побочных действий не будет! А я превратилась в мужчину! И как долго этот побочный эффект будет сохраняться? Это действие может продлиться 24 часа! Но я вам постараюсь помочь! И чтобы это быстрее все прошло, у меня есть кое-что на этот случай! Вот, Юля, смотрите! Есть у меня специальные таблеточки на этот случай! Обязательно! Утром розовая, в обед голубая и вечером такая беленькая! Только не перепутайте! Потому что может произойти необратимый эффект, если вы выпьете не в тех дозировках и не в той последовательности! Может вообще попу раздуть до непонятных размеров! И никому эти таблеточки не давайте! Все, держите! А я приеду и проверю вас завтра! Заодно Сергею прикажите, чтобы никуда не уезжал! Ему тоже придется ставить биологический укол! Ну а вы, ребята, были на канале Юля Шоу! Обязательно ставьте лайки! Подписывайтесь, кто этого до сих пор не сделал! И смотрите продолжение самых крутых, веселых и прикольных серий! Все, всем пока! А я побежала к новым пациентам! Фу! Ребята, бедичка ушла! Теперь можно было из-за шкафа! Главное, чтобы Юля не заметила, что я это все время был дома! Юля, привет! Я дома! Юля, привет!